Если вы любите петь и не только в душе, то вы можете принять участие в проекте, который называется «Караоке без границ». Тем более, проходит он под эгидой областного телевидения и радиостанции «Народная волна». В течение месяца по понедельникам проходят отборочные туры, и мы выбираем своих победителей. Представляем нашу вторую пару – Татьяну Пономарёву и Эльвину Черанёву. Конкурсанток, достигших высот, попавших к нам в эфир. Доброе утро. Доброе утро. Ну и первый вопрос. Вы давно поёте, когда на вас не зашла эта муза, и какая была самая первая любимая песня? Давайте, Татьяна, с вас начнем. Ну, наверное, как все давно поют, и с детства это вообще, мне кажется, сколько я людей знаю. Все говорят, что я с детства пою. Я с детства пою. Правда, не всегда удачно было, и вся семья поющая, поэтому... То есть это не профессия вообще? Вы не имеете никакого отношения к профессиональным певицам? Нет. А кто по профессии? К сожалению. Я офис-менеджер. Офис-менеджер. Эльвина? Да. Я тоже менеджер по развитию ювелирной компании. То есть я работаю с крупными энтрагиционными камнями. Их продвижение. Ничего себе. То есть, ну, совсем всё далеко, даже не близко. А вот выход на сцену, участие в конкурсе, первое появление на публике такой, когда и жюри смотрит, и небольшая поддержка какой-то чужой зал. Это было страшно? Тяжело? Или так легко на это пошли? Эльвина, давайте. Ну, было страшно, потому что, во-первых, было очень большое количество жюри. Они сидели очень близко. Вот. Ну, конечно, но всячески поддерживали. Они видно было, что они не пытаются навредить, а наоборот поддержать. Вот. И это, на самом деле, помогло очень в выступлении. Татьяна, у вас? Ну, на самом деле, у меня первый выход был вот с той самой любимой песней. Это у меня было лет, может быть, шесть или семь, я уж не помню. Тогда так называемые гид-бригады существовали, да, и у родителей вот что-то такое происходило. Там какие-то соревнования, и меня просто выставили исполнить вот эту песню. Правда, я вместо второго куплета исполнила третий, но не растерялась, еще раз исполнила третий. И, наверное, там победили, я уж тоже этого не помню. Результаты. А-ка страшно или нет? Ну, было очень страшно, но если я забыла даже куплет, и... Это тогда давно, а сейчас-то? Вот сейчас выход на... А сейчас, ну, сейчас я бы не сказала, что страшно, волнительно. Волнительно, да, это всегда присутствует волнение. Страха-то... Страха нет. А в короке вообще вы часто поете? Я да. И я. Вот насколько? Люблю короке. Раз в две недели, наверное, точно. Раз в две недели? Да, тоже так же. Так же. А есть какие-то планы связать жизнь со сценой? Мечты, может быть? Ну, естественно, хотелось бы. Хотелось бы. Да. Хотелось бы? Да. Ну что, поскольку вам хотелось бы, мы вам предоставим сейчас площадку, и не просто сценическую площадку, телевизионную площадку. В прямом эфире на всю страну и окрестности, по крайней мере, Свердловская область, жадно будет вкушать вашему певическому искусству. Что вы будете петь? Давайте здесь... Самый лучший. Называется. Самый лучший. Татьяна, у вас? Я буду петь «Папа-мама», а студия. Класс. Ну, я думаю, собственно говоря, мы можем начинать. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!